Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я расскажу всё, что я знаю про новое обновление. Начиная от гол пасса и заканчивая точной датой обновления. Так что, ребята, присаживайтесь поудобнее, наливайте себе чайочек, потому что две предыдущие даты обновления я бы сказал точно, и третью дату обновления 0.18.0 я тоже, надеюсь, не прогадаю. Так что, ребят, приятного просмотра. Ну и, конечно же, в честь такого хорошего праздничного видеоролика я хотел бы вам подарить подарочек. У меня так много ножей, даже не знаю, как бы вам выбрать. А давайте-ка вам Dragon Glace, ребят. Прямо сейчас, чтобы получить эту замечательную малышку, тебе надо, первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, посмотреть все видео от начала до конца без перемоток, это очень важно, буду проверять по аналитике. Ну и третье, это напиши в комментариях свой ID, и желательно, напиши как можно больше комментариев, потому что именно по комментариям я выберу победителя. Всем удачи. Ну и, конечно, вообще, смотря на название данного видеоролика, вы меня спросили, Кентуха, Пейсун Тюха. Ну давай, рассказывай нам про свои даты обновления. Ребята, сейчас все будет эксперт по обновлениям в деле, так что присаживайтесь поудобнее. Погнали приступать к дате обновления. Как говорит мой дед, я твой дед. Ха-ха. Так, ну ладно, не про это. Ребят, чтобы узнать точную дату обновления, давайте немножко опустимся к истории вообще новогодних обновлений. Когда обычно уходит новогоднее обновление, давайте смотреть. Я не знаю каким боком и не знаю каким образом, но в этом году разработчики опоздали на максимум, потому что новогоднее обновление вышло после нового года. Где вы такое видели? Короче, новогоднее обновление вышло 2 января. Это, ребят, грубо говоря, в этом году. Так, в прошлом году новогоднее обновление вышло 31 декабря. То есть, как мы видим, то что разработчики вообще никак и никуда не спешат. Выпустит какое-то обновление реально чуть ли не последние дни. Вот не знаю, во всех нормальных играх обновление уходит там за неделю, за две. Но он с ТН2 выходит то за день, то за два, а то и вообще после новогоднего обновления. Так, ну что же, а теперь давайте посмотрим в 2019 году. Тут новогоднее обновление вышло вообще 30 декабря. Ну просто, ну куда уже позднее. Блин, кстати, кто помнит этот режим, плюсик чат, потому что режим был реально очень достойным, очень крутым. И знаете, что самое обидное? Обновление-то выйдет 30 декабря, да, там на андроиды и так далее. Но, ребята, а те люди, у которых iOS, у них обновление вообще выйдет спустя два дня. Поэтому, ребят, если у вас iOS, очень вероятно то, что ваши обновления будут вообще после нового года. Так, а в 2017 году разработчики тоже выпустили новогоднее обновление, конкретно 31 декабря. И, ребята, честно говоря, мне очень больно это говорить, но исходя из логики и фактов, что новогоднее обновление выйдет реально или 30, или 31 числа, потому что разработчики уже на протяжении трёх, а то и четырёх лет выпускают именно в этих датах новогоднее обновление. Но есть одно ключевое но. Ягей. Ха-ха, ладно, шучу. Есть одно ключевое но, то что именно в этом году трейлер новогоднего обновления вышел раньше, чем в прошлом году. И даже раньше, чем позапрошлом году. Так, стоп, а позапрошлом году вообще трейлер выходил или нет? Ладно, давайте смотреть, давайте проверять. Так, ребята, это канал Акстельболт. Бесплатная реклама от Кенте. Мы, короче, прямо сейчас находим тот самый трейлер, который был в прошлом году. В прошлом году трейлер вышел 26 декабря. То есть, грубо говоря, он вышел гораздо позже, чем сейчас. Что же это означает? Это означает, что, возможно, хотя бы в этом году разработчики не профукают всё, и обновление реально выйдет вовремя. Я очень на это надеюсь. То есть, есть очень маленькая вероятность, как мост моих хейтеров, то, что обновление тоже выйдет на неделю раньше. Типа, трейлер вышел на неделю раньше, и обновление тоже вышло на неделю раньше. Кстати, ребята, мне очень интересно ваше мнение, а какой трейлер вам понравился больше? Прямо сейчас напишите в комментариях. Вот этот трейлер, да? Вы все его видели, вы все его знаете, да? На нём уже 30 тысяч просмотров. Или новогодний трейлер, прошлогоднее обновление, на котором уже 1 миллион просмотров. Он очень короткий. Даже не трейлер, а больше тизер. Но посмотрите, какой же он классный. Какой крутой новый нож. Отсылка к новому режиму. Ну, блин, ну честно говоря, вот мне очень нравятся тизеры в Axel Bolt, потому что они у них всегда на уровне. Я очень надеюсь, что эта обнова будет тоже полный разнос, как нам всем и обещали. Ну, а теперь давайте с вами немножко поговорим, ребята, что же вообще добавят в это обновление. Первое, что будет 100%, я просто зуб даю, это, ребята, будет новый голд пасс. Это и так всем всё понятно. Дальше изменят карту под названием Тренинг Аутсайд. Все знаете эту карту, её изменят, откроют проходы. Короче, как и в прошлом году, эту карту очень сильно изменят. Добавят ёлочку и тоже изменят в новогодней стилистике. Дальше, насколько мне известно, изменят немножко механику стрельбы, изменят немножко оружие, там, отдачу, урон и так далее. Поэтому, ребята, будем очень сильно ждать, потому что сейчас, ну, например, UMP, да, UMP, это полностью бесполезное оружие. Например, АКР-12 менее имбовый, чем М16, ну и так далее. И, вроде бы как, в этом году разработчики нам пообещали всё это пофиксить, поэтому будем очень сильно ждать. Но, помимо всего этого, ребята, нам ещё должны добавить новый режим. Но это и так уже все прекрасно поняли. И самое-самое главное, ребята, подарки! Просто взгляните на вот эти вот подарочки в трейлере, потому что, ребята, я думаю, не просто так показали именно этот момент. То есть, если мы посмотрим, вот прямо сейчас мы видим, как просто падает, падает, ребят, подарок! Да-да-да! И, скорее всего, этот подарок, это будет новый гифтбокс! Для нас! Ой, как же я сильно жду этот гифтбокс, вы даже не представляете! Как же самое гифтбокс, я хотел бы сказать пару слов, потому что, ребята, скорее всего, в этом гифтбоксе, да, то есть, это гифтбокс старый. Вы все прекрасно знаете, что с этого гифтбокса падает АВМ Спорт и Керамбит Голд. Скорее всего, в новом гифтбоксе будет падать! Внимание! Внимание! Будет падать этот самый АВМ Трэшер Хантер! Я просто в шоке! Да-да-да! Вам не показалось, вам не послышалось! АВМ Трэшер Хантер 100 тысяч галды даже дороже! Будет падать, ребята, в новом гифтбоксе! Также, помимо этого, скорее всего, ребята, будет еще падать новый Керамбит! Я не знаю, как называется этот Керамбит, но почему-то мне кажется, что этот Керамбит добавят в новый гифтбокс! И каждому из нас с вами дадут по одному гифтбоксу! Я вам скажу, ребята, только одно! Моем совет! Создавайте новые аккаунты! Наигрывайте на них хотя бы, ну, по пару часов времени, чтобы потом вы зашли на эти новые аккаунты и получили тоже на халяву подарки! Потому что, как говорится, один подарок хорошо, а десять лучше! Ну, а теперь, давайте прямо сейчас мы с вами поговорим по поводу нового галдпасса! Что же там будет? Что добавят? Что и почем? И как? Давайте смотреть во всем по порядку! Первое, что известно точно, ребят, добавит новую медалечку! Это прям 100%! Новая коллекция будет называться Винтерфан! Мало ли, кто в танке только проснулся, ребят! Винтерфан! Да-да-да, не удивляйтесь! Что, ребят, добавят? Добавят, короче, кучу-кучу разных чармов! Добавят какой-то кэнти! Добавят Санта Клаус! Добавят Крисмас Фэрплейс! Добавят Майнд Блоуинг! Короче, ребят, добавят абсолютно полноценную новогоднюю коллекцию! Ну, точно такая же, как была в прошлом году! Только, скорее всего, я очень надеюсь, что она будет красивее! Потому что, ребята, ну, без обид! Ну, посмотрите на эти чармы! Они даже в цене не выросли! Потому что, ребята, прошлогодняя, новогодняя коллекция! Ну, мягко говоря! Ну, мягко говоря! Ну, вы посмотрите, ребят, на вот эту снежинку! Ну, плакать хочется! Ну, кто эту снежинку вообще куда-либо прилепит? Я, конечно, ребят, очень сильно извиняюсь, но просто вы поймите! Ну, вот этот, вот этот чарм! Я бы кого-то прилепил! Вот этот чарм! Бэйби Пингвин! Ну, он прикольный! Он классный! Ну, просто посмотрите на прошлогоднюю коллекцию! Честно говоря, мне ж плакать хочется, ребят! Ну, Гринч тоже красивая наклеечка я тоже приклеил ну все остальное ну мягко говоря так себе поэтому я очень надеюсь что в этом году все будут покрасивее не будет от него страшных печенюшек пожалуйста разработчики не подведите также ребятки еще очень важной формации то что будет новый режим уже слили пакеты данных сутного режим будет похоже на снежки то есть вот мы прям сейчас даже увидим в тизере берет только снегок и на тебе прям харю и все и не мать тебя ну короче и в этом-то конкретно будет суть нового режима ну а называться режим будет slowball rumble ну и конечно ребята самая важная информация это ребята наши с вами тестеры потому что если тестеры в сети значит новое обновление уже готово тестер его просто проверяет и значит разработчики грубо говоря в ближайшее время его загрузят ну и прямо сейчас мы ребята видим то что в сети находится всего лишь один тестер буквально пару часов назад я видел то что 5 тестеров было в сети это означает то что 5 человек прямо сейчас тестирует обновление а как узнать что он именно играет в новый режим должно быть написано грубо говоря играет в и не написано название режим потому что у вас нет просто-напросто этого режима то есть играет в и там пульс стата поняли поняли я думаю прошлом году много кто такой видел мы можем даже прям сейчас чекнуть ребят историю матчей но как мы видим о гляку куда 7 июля последний раз играли ребята в мм обалдеть вот тестеры пошли разленились совсем а ну давайте посмотрим этого тестера 30 ноября 2020 года обалдеть но ребят я скажу так получается 4 сезона же не будет правильно потому что сейчас идет третий сезон и он еще не закончился поэтому ребят пока что ничего в истории матчей мы не увидим потому что разработчики добавят новый режим но этот режим нам ничего не дает кроме опыта и серебра одного режима я жду только одно чтобы он был просто интересным ну а прямо сейчас ребята будет очень экспериментальной информации потому что вы видите эти реймбл стикерпаки сколько они уже есть в игре но если я не ошибаюсь они уже есть но как минимум ребята полтора года и что же будет с этими стикерпаками скорее всего их просто-напросто удалят и вместо них добавят какие-то новогодние стикерпаки и эти стикерпаки будут доступны только на рынке поэтому ребята что понимали не знаю как вы но я уже готов я закупился этими стикерпаками и я очень надеюсь что все эти ингредиенты и спасти подорожают я искренне верю и надеюсь то что более плохой стикер выпал и верю и надеюсь то что они со временем через пару годика будет стоить по пару тысяч голды например как лынский стикерпаки и я смогу на них неплохо заработать поэтому не знаю как войну я их уже закупил принципе на все обязательно поставьте лайк подпишись мой канал подпишись на второй канал ken short ссылка писаний свой был ваш кентуга всем хорошего настроения всем пока